здравия всем тема нашего сегодняшнего видео это полный залет или изображение нло по всему миру то тарелками пугают дескать подлые летают высоцкий чистоту красоту мы у старших берем саги сказки из прошлого тащим потому что добро остается добром прошлом будущем и настоящим высоцкий тоже все началось с этого изображения которое разместил один из моих друзей социальных сетях первоначальное мнение могло быть что это очередной фейд но дальнейшее исследование в интернете дало новые фото поддуманного нло но уже другом храме на вашем фотографии вы видите фото нло из храма старый вильнюс самое интересное вас ожидает в католическом храме святой терезы находящийся рядом с вратами внутри этого храма древняя реликвия в виде каменной плиты встроенной в стену католического храма обратите внимание верхней части плиты выграверан неопознанный объект виде тарелки из которого вниз исходит информация символами очень похожими на узелковое письмо древняя церковь сан-леоне мессина построена в 1261 году на полу и стенах церкви можно видеть изображение космических кораблей их ничем не спутаешь классический нло виде тарелок и другие аппарат аппараты похожие на ракеты посещение церкви для общественности широкой закрыта на ваших экранах вы видите разнообразные фотографии с этой церкви ссылку на видео где снимают посещение церкви я размещу под своим видео на конте уже были подобные статьи с ними можно ознакомиться тоже под ссылками в видео это изображение на нло на средневековых картинах на иконе 17 века как можно видеть явно изображена ракета но интересно не только изображение самой ракеты которая точно вписывается в общий смысл иконы но и космос или звездное небо в левом углу в которой направлена ракета также можно увидеть что ракета не просто стоит а летит обратите внимание из хвостовой части вырываются потоки которые явно свидетельствуют об ее движении тем самым доказывая что это не падающая башня ну и конечно же также интересно то что ракета нарисована очень точно к своим современным аналогам откуда иконописцы прошлого могли знать о подобной форме и вообще предполагать основы ракетостроения перед вами на видео картина икона 17 века также вы не видите на видео бронзовая фибула с изображением рогатого божества словакия конец 5 начало 4 века до нашего эры можете сравнить с игвеем изобретенным в нашем время сходство по моему идентичные такие же непонятные изображения не единичны на видео вы видите георгия победоносца а вверху тоже непонятно и правитель царство майя пока жил 615 по 683 год нашей эры вы можете наблюдать саркофаг пока ля его сравнение с возможным летательным аппаратом ну сами решайте насколько это похоже в центре гробницы стоял большой каменный саркофаг саркофаг был закрыт прямоугольной плитой 3,8 на 2,2 метра сплошь покрыт тонкой резьбой эта плита является одним из самых выдающихся произведений искусства майя по технике исполнения ее сравнивают с работами европейских мастеров эпохи возрождения в саркофаге была найдена мумия правителя древнего города индейцев майя покаля великого удивительным оказалось то что тело царя было мумифицировано по технологиям которые применяли в древнем египте для захоронения фараонов кроме того саркофаг был установлен в гробнице поразительно похожий на египетскую пирамиду нам это особенно интересно так как в предыдущих статьях мы выяснили Америка была открыта задолго до Колумба египтянами найдены письменности артефакты объединившие старый новый свет 3600 лет назад ссылка на данную статью под видео в статье про оптику мы выяснили как выглядят настоящие египтяне ссылка на данную статью тоже будет под видео но увидите что настоящие египтяне те же 3600 лет и более это голубоглазые светловолосые люди с белым цветом кошек которые ничем не перепутаешь но вернемся к самому Покалю особый интерес вызвала крышка саркофага представляющий собой монолитную плиту имеющую массу в 20 тонн исследователи этой плиты занимались не только историки археологи но и специалисты по уфологии а также эксперты в области построения летательных аппаратов и космонавтики столь большой ажиотаж вызвал рисунок нанесенный на поверхность плиты предположили что раз внутри саркофага находясь реальный человек то все окружающие предметы изображения должны относиться к этому человеку невероятная гипотеза при многочисленных осмотрах и исследованиях возникла совершенно невероятная версия о том что на плите саркофага изображен человек который слегка наклонившись вперед сидит в кресле летательного аппарата голова человека защищена прозрачным шлемом от которого отходят провода впереди находится аппарат который напоминает кислородные руки человека вытянуты перед собой находятся на панели управления одной рукой он сжимает рукоятку а второй нажимает на клавишу или тунглер левая нога расположена так словно человек нажимает на педаль костюм человека напоминает униформу современных космонавтов перед тем как они надевали скафандр помимо самого человека на плите изображена загадочная аппаратура которая вполне может быть кислородным аппаратом а также приборной панелью управления кораблем и приборами внешнего контроля в носовой части корабля находятся два мощных электромагнита назначение которых создание магнитного поля в пространстве перед кораблем для предотвращения столкновения с мелкими метеоритами и космическим мусором в хвостовой части расположена аппаратура которая может быть ядерным реактором а из кормы аппарата вырывается поток реактивного пламени кем был этот человек найденный в гробнице атрибуты власти щит с изображением бога солнца скипетр и маска подтверждают что это обожествленный еще при жизни верховный правитель поленки Покаль Великий над его саркофагом установили каменную плиту на которой вырезана повесть о смерти обожествленного верхнего правителя и о возрождении на небесах как можно понять из вырезанного на каменном саркофаге изображения на небеса Покаль Великий отправился ну как минимум на космическом корабле также на вашем экране приведена схема зооморфной подвески музель Дель Ора, Богата, Колумбия первый век до нашей эры семьсотый год нашей эры ну примерная датировка справа вы видите кресло современного пилота как говорится найдите десять отличий если смотрите подобные изображения в Америке не единичны в Америке хватает изображений с такими непонятными аппаратами на вашем экране представлено минимум пять непонятных изображений из американских коллекций и вы можете сравнить с современными аппаратами которые повторяют что-то подобное конечно многие скажут что это предположение но сами изображения придумать невозможно их можно сделать только если ты это видел или хотя бы видел как это нарисовано есть изображения в виде летательных тарелок вместе с пассажирами этих аппаратов сами решайте насколько это люди или похожи на них существа но аппараты в виде летающих тарелок как мы видели и вверху в Европе это чудо тоже из американской коллекции может кому-то он покажется и карликом в костюме а может и чем-то другим решайте уже сами таких чудес в Египте тоже предостаточно вы видите различные изображения из Египта из храмов также металлические изображения все они позволяют предполагать что развитие техники было не таким однозначным как нас пытаются уверить историки на снежных вершинах была обитель не только шумерских богов также греческих олимпийских скандинавских асов согласно шумерским и индийским описаниям они летали на воздушных и космических кораблях бенбенах и виманах на которые иногда брали людей в ведах также имеется описание устройств такого корабля с несколькими реактивными двигателями сохранилось множество весьма реалистичных рисованных и скульптурных изображений космических и воздушных кораблей вы их видите на своем экране это шумерские изображения летательных аппаратов различных типов в древне индийских текстах есть великое множество подробнейших описаний летательных аппаратов так называемых виман на которых перемещались по небу боги причем полеты их происходили как в космосе так и между континентами в индуистских и буддийских храмах есть достаточно фресок с явлением высшего мира у них это божественное боги спускались с небес на своих колесницах такое изображали очень продвинутые и умные люди которые знали правду на своих экранах вы видите различные изображения различных текстовых и храмовых комплексов это изображение из Индии это самодвижущаяся повозка тоже изображение с одного из храмов ну мягко говоря до нашей технической революции так называемой но все эти механизмы должны были где-то приземляться такие места есть про одну из них я писал в своей статье ссылку вы увидите под видео найден аэродром древних цивилизаций или инопланетян аэродром Юн Дум обнаружен на территории маленькой африканской страны Гамбии я уверен что и другие подобные площадки имеются только еще не изучены количество сробленных фактов говорит об одном в прошлом все было намного интереснее чем нам сейчас пытаются объяснить современные историки изучить и понять прошлое для того чтобы иметь будущее вот наша задача так как тот кто не знает прошлого не имеет будущего благодарю вас за внимание подписывайтесь на наш канал пишите свои комментарии делитесь в социальных сетях не будьте безразличны до новых встреч успехов вас благодарю за внимание